Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! Мой никнейм на YouTube Ванила Мария пишется с тремя буквами L и без пробела. Я тут поняла, что я абсолютно разучилась говорить, я реально не могу снимать видео. У меня получается видео с нескольких попыток, потому что то я забываю, что я хочу сказать, то я не могу настроить камеру, то еще что-то случается. В общем, буду поэтому всеми силами пытаться вернуться в нормальный ритм, снимать больше видео для вас. И сегодня я решила сделать для себя и для вас такой небольшой подарок. Будут пустые баночки, любимая ваша тема, любимая моя тема. И я надеюсь, это видео у нас получится живым, веселым, классным и не будет никаких сюрпризов. Поэтому, если вам интересно, что у меня закончилось, то оставайтесь со мной и желаю приятного просмотра. Я думаю, что у нас, как всегда, будет несколько частей. Я как-то это разделю, скомпоную, посмотрим, как это у нас получится. Но пока это будет первая часть. И you're welcome. И, собственно, начинаем. Первое, что у меня... Наверное, одно из последних, что у меня закончилось, но первое, что мне попалось, это дезодорант чистой линии. Кто еще не посмотрел обзор на чистую линию, те двоечники идут и исправляются, смотрят этот огромнейший обзор. Потому что я сама не ожидала, что будет столько классных продуктов по ссылке от чистой линии. Но так или иначе, там очень много моих личных мастхэвов. И, конечно же, очень советую вам посмотреть видео, посмотреть, возможно, что-то из продуктов вам просто необходимо в данную минуту. И вот как раз-таки один из моих мастхэвов. Это фито дезодорант. Дезодорант, крутая вещь, потому что у него очень ненавязчивый запах. При этом он хорошо защищает именно от неприятного запаха. Он не раздражает кожу абсолютно после любой там эпиляции, каких-то других манипуляций. В общем-то, можно его нанести, не будет никакого раздражения. Абсолютно классный по всем параметрам, крутой дезодорант. Но единственный минус, его тяжело найти. Мне советовали его найти на Озон. Я думаю, что когда что-то буду с Озон заказывать, обязательно кину его в корзину. Следующий продукт тоже относится к марке чистой линии. Тоже относится к моим мастхэвам. Это смываемый кондиционер для тела. Это был просто вот самый любимый продукт моего лета. Шикарная вещь. Вот вы видите, во что превратилась упаковка. Это просто уже невозможно разогнуть. В общем, здесь запах клубники и миндального молочка. Сладкий, вкусный, химозненький немного запах. Но он очень крутой. И классный продукт, который увлажняет кожу, который экономит время после душа. И который действительно стал для меня палочкой-выручалочкой этим летом. Очень советую. Также, если у вас нормальная кожа тела, то я думаю, что и сейчас даже на осень вам подойдет. Вот если у вас сухая обезвоженная, то я думаю, что это только на лето. Но шикарный продукт именно для утреннего душа. Следующий продукт у меня от марки польской, по-моему, Формона. Это сухой шампунь. Наверное, он называется Радикал. В общем, продается он в улыбке радуги. Я уже одесса натыкалась на сухой шампунь этой марки. Мне он абсолютно не понравился. Это был сухой шампунь с натуральными какими-то ингредиентами. С запахом, по-моему, лаванга и еще чего-то. Это был жуткий запах, которым можно травить тараканов, там, моли и все остальное. Здесь нет какого-то такого ядерного запаха. Он прекрасно освежает волосы. При этом нет вот такого ядерного белого налета. На волосах все это прекрасно расчесывается, распределяется, вычесывается. Волосы остаются свежими, не раздражают кожу головы. Здесь, в принципе, нормальный стандартный объем 150 мл. И мне этот шампунь понравился. При учете, что он достаточно бюджетный. Он, по-моему, со скидкой стоил около 150 рублей. Без скидки стоит порядка 200 рублей. Я думаю, что это очень хорошая альтернатива более дорогим. ДАВ, Ли Стаффорд, Батист и всем остальным сухим шампунем. Прям любовь моя. Я очень расстроилась, что она у меня закончилась. Уже неоднократно вам показываю в видео. Это маска от Миксит. Это потрясная, крутая маска от Миксит. Она у меня закончилась. Я думаю, что из этой же линейки Фуд Фетиш я возьму себе еще одну маску. Потому что марка себя позиционирует как марка, работающая с натуральными высококачественными ингредиентами. Марка эффективная. У нее много продуктов работающих. Я проверила на своем личном опыте. И как раз вот таки серия Фуд Фетиш. Это маски, которые хранятся в холодильнике один месяц. В связи с тем, что у них мега натуральный состав. Все это органическое, натуральное. Это буквально пюре из различных фруктов. Это овсяный хлопья, мед. Все натуральные ингредиенты, масла. И все это в таком ядерном витаминном коктейле. И все это реально работает на коже. Поэтому у меня, по крайней мере, была с овсяными хлопьями и медом. Она просто бомбическая маска. Она прекрасно очищает кожу. Прекрасно очищает поры. При этом кожу и напитывает, и увлажняет. Возвращает кожу сияние натуральное изнутри, здоровьем. И поэтому я эту маску безумно люблю. Очень советую. И, в принципе, к марке Миксит я советую вам присмотреться, если вы еще не пробовали ее. Также из закончившихся продуктов у меня здесь Виолата. Это крем для рук. 24 часа увлажнения и питания. На самом деле, я этот крем бы не назвала питательным. Но это очень хороший увлажняющий крем для кожи рук. У него приятный аромат тропических фруктов. Классный, реально, крем. Он очень хорошо питает, увлажняет кожу. На зиму, наверное, будет слабоват. На все остальное время, на лето, на осень, на весну. Классно идет. Хорошо впитывается. При этом у них крутой состав натуральный. Здесь также очень много различных масел, экстрактов. Поэтому классный работающий продукт. Советую. К сожалению, закончилась моя активная сыворотка с пеноксидом. Это марка Плияна. Это был мой самый любимый продукт. И, наверное, это и есть самый мой любимый продукт для области вокруг глаз. У меня кожа очень тонкая. У меня видно сосуды. В принципе, по моему лицу и телу можно изучать, как проходят вены, артерии и сосуды в организме человека. Без проблем вообще. И поэтому, естественно, кожа век у меня очень тонкая. У меня видно все сосудики. И мне это, конечно, очень не нравится. Получается, что у меня кожа, в принципе, еще и обезвоженная. Сухая. То кожа вокруг глаз у меня, в принципе, достаточно... Я не скажу, что она проблемная какая-то. Но, скажем так, я прекрасно понимаю, что в будущем у меня могут быть проблемы. Так вот, данная сыворотка с пеноксидом, это просто что-то нереальное. Потому что она не давала оттекать моим глазам. Действительно, у меня уменьшилось количество отеков. При этом у меня стала кожа плотнее. Она стала более плотной. И сосуды стали меньше видны. У меня эта область высветлилась. Мне просто вот взгляд мой идеальный был. Поэтому здесь большой объем. Очень классный работающий продукт. Действительно, для области вокруг глаз идеально работает. И всем его советую. Также закончился у меня крем от Миша. Это экстрапитательный крем из линейки Супер Аква. Я снимала отдельный обзор на уход от Миша. Если вы его не смотрели, то я тоже оставлю ссылочку, думаю, в подсказках на это видео. Мне уход понравился. До сих пор мой must-have это тонер от марки Миша из этой же линейки. И вот крем у меня закончился. Я думаю, что возможно я его даже повторю. Потому что крем классный. Он очень хорошо работает. Он очень хорошо возвращает коже нормальный вид. Нормальный цвет. Нормальное состояние и комфорт. То есть моя кожа, она очень сильно страдает от морозов. От сухого воздуха в помещении. От всего того, что происходит осенью, зимой, весной. В общем, моя кожа страдает всегда. Она всегда там то шелушится, то еще что-то на ней происходит. То она вся раздраженная. В общем, и этот крем, он вернул этой весной мою кожу в баланс. Потому что кожа была очень увлажненная, очень хорошо напитанная. При этом она не шелушилась. Она была не перепитанная, не жирная. 24 часа я не чувствовала сухости. Я чувствовала просто сплошной комфорт от использования данного крема. И мне он безумно нравился. У него потрясающий аромат. То есть по факту Миша у них очень классные упаковки. У них люксовые ароматы. У них в принципе шикарный уход. Поэтому марку Миша я вам также советую просмотреть. Если вы еще не пробовали корейский уход, то я вам советую, наверное, начать с марки Миша. По крайней мере, рассмотреть ее как одну из альтернатив. Потому что марка достойная внимания. У них очень хороший уход за лицом. Также у меня в пустые банки попала моя тушь. Дершу Экстаз. Любила эту тушь, наверное, в младших университетских... Ох, господи, классах. На младших курсах университета. Вот. Здесь такие четыре шарика. Это, в принципе, очень популярная тушь у Dior. Она дает такие пушистые, слегка склеенные реснички. Очень объемные. Но я с возрастом поняла. С возрастом я поняла. Господи, какие-то извращенные фразы. В общем, сейчас я понимаю, что мне нравятся более разделенные ресницы, более длинные ресницы. Мне не совсем нравится эффект этой туши. Она, в принципе, уже срок годности ее давно вышла. И просто так, чтобы она лежала, даже ради ее красивого дизайна, я не хочу. И потому что я пользоваться ей уже точно не буду, потому что ни эффект мне уже этот не нравится. Хотя сам по себе когда-то он, да, был крутой. Ни эффект не нравится сейчас. Ни... в принципе, я ей пользоваться не могу, потому что она просрочена. Вот. Также у меня заканчивается очередная упаковка. Со Слэш Бустер. Это такая комплексная сыворотка 5 в 1 с маслом органа от Эвелин. Я постоянно покупаю вот эти сыворотки, потому что они реально крутые под тушь. Они предохраняют реснички от тлетворного влияния туши. Назовем это так. То есть у меня реснички меньше с ним выпадают, и при этом они, вот эти сыворотки, дают крутой объем. После этого тушью вы просто там... Любая тушь дальше вам сделает фееричные ресницы. Вот. Поэтому 50% успеха, даже больше 70% успеха, это вот как раз-таки такие сыворотки. Мне они очень нравятся. Покупаю, покупаю, покупаю. У меня вот... Мне, в принципе, больше, наверное, все-таки вот это нравится. Золотая версия. Хотя и зелененькая тоже прекрасно работает. Я думаю, что на сегодня хватит с вас пустых баночек. Мы с вами продолжим разбирать мои закончившиеся продукты в следующем выпуске. На сегодня хотелось бы с вами попрощаться. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно подписывайтесь на меня в инстаграме. Я тоже там публикую иногда отзывы о продуктах. А также рассказываю о том, чем я живу. Какие-то свои мысли. Поэтому, если вы до сих пор не подписаны, то надо как-то исправлять это за одно недоразумение. Это все. Всех вас люблю. Целую. Спасибо, что провели это время со мной. И пока-пока.